Американский психолог Бэра Скиннер экспериментировал с голубями, изучал поведенческие реакции. Голубь соображал и получал пищу. Британский художник Мэтт Колешоу экспериментирует с публикой. Сообразит ли она, что мало отличается от голубей с электрическим приводом? Думает, что выбирает, что хочет, а на самом деле выбирает только из того, что предложено кем-то очень большим. Кроме того, в нашей программе о том, что слово произнесенное, не хуже и не лучше, не сильнее и не слабее слова напечатанного. Но почему тогда проза так просится на театральную сцену? Ответ имеется. С ним много лет выходит на сцену театральную и концертную «Авангард Леонтьев». Свой юбилей он отметил текстами Солженицына. О тексте Гоголя, который освоен театром, не хуже текстов Шекспира, Мольера, Островского или Чехова. Мертвые души живут на театральной сцене так давно и так славно, что, кажется, созданы были Гоголем для жизни в театре. Очередной выход душ на театральные подмостки в театре романа Виктюка. О том, как пахнет снег. О том, какова на ощупь взрослая жизнь. О том, как выглядит одиночество, у которого великое множество версий, столько, сколько одиноких на свете. Часть версий, картин и запахов в дебютном фильме Натальи Кончаловской «Первый снег». Об этих и некоторых других событиях расскажем вам подробно сейчас, воскресным вечером. Здравствуйте. В столичном театре наций два события. Новый моноспектакль из цикла «Наше всё», на этот раз Александр Солженицын. И 75-летие исполнителя спектакля «Авангарда» Николаевича Леонтьева. Юбилей у него сегодня. Спектакли цикла «Наше всё» идут в театре нации уже седьмой год. Название, как несложно догадаться, отсылает к статье Аполлона Григорьева. Но выходит так, что этим циклом театр вступил в полемику со статьей и с этим утверждением, которому, между прочим, 160 с лишним лет. Пушкин – это далеко уже не всё. Но театр нации явно клонит к тому, что «Наше всё» – это вся наша русская литература. Вот и прозу Солженицына из «Нашего всего» разве возможно исключить? Я научился жить по мудрой русской пословице «Счастью не верь, еды не пугайся». Впервые к личности и творчеству Александра Солженицына Авангард Леонтьев обратился в год столетия со дня рождения писателя, представив чтецкий спектакль в Московском художественном театре. Этот опыт так вдохновил актёра, что он предложил сделать обновлённую версию в Театре наций. Он меня ещё восхищает своим мужеством, мужественностью. Какой он мужчина, стойкий, жизнелюб. Как поздно он завёл этих детей, когда стало можно. Когда кончилась война, кончились лагеря, детей поднял. Какие дети замечательные, семья какая. Составители сделали акцент на периоде жизни Солженицына с момента издания рассказа «Один день Ивана Денисовича», в котором писатель на основе собственного опыта описывает жизнь советского зэка, до получения в 1970-м Нобелевской премии за нравственную силу, подчерпнутую в традиции великой русской литературы. Тогда уж я был психологически вполне подготовлен к смерти, а сейчас так приятно тихо жить эту, в которую уже раз, в четвёртый раз подарил возвращённую мне жизнь. Кроме авангарда Леонтьева, на сцене молодые актёры мастерской Дмитрия Брусникина, для которых столь глубокое погружение в творчество и судьбу Солженицына во многом стало откровением. Удивительная лёгкость и простота, мне кажется, именно благодаря этому человек смог прожить такую огромную насыщенную жизнь. В постановке использованы личные письма, фрагменты прозы, Нобелевская речь писателя, звучит живая музыка, «Апассионата Бетховена» и «Осенняя песня Чайковского» за роялем Андрея Дубова. Солженицын как раз и его книжки, они учат истории. Учат истории. И что человеку надо, как эту историю понимать, и как остаться человеком, как остаться человеком в любой истории. Ваш А. Солженицын так подписывал свои письма Александр Исаевич. Эта подпись не только стала эпиграфом к постановке Марины Брусникиной, но и определила главную интонацию спектакля. Паверия Кудрявцева, Михаил Жульков, Новости культуры. А. Авангард Леонтьев – зачинатель цикла «Наше всё» и исполнитель половины моноспектаклей этой серии. Начал именно он осенью 15-го и начал, стоит заметить, с нехристоматийного, нечитаемого школьниками наизусть, с русской иронической поэмы, с тамбовской казначейшей Михаила Лермонтова, который продолжил заведенный Пушкиным жанр насмешливых поэм. А. Авангард Николаевич – приверженец традиционного чтения вслух с минимальным использованием театральной атрибутики. Это похоже на чтецкий концерт. Но Марина Брусникина придала ему очертания драматического спектакля. В последней его части на зрителя выкатывается триумфальная дорожка. Леонтьев Солженицын проходит по ней во фраке и звучит нобелевская речь писателя. Не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий. Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, но не через меня. Отдаю должное авторам этой сценографии. Для меня табуретка – это символ упорного, упрямого, нелегкого труда. Это даже когда отдыхаешь, не расслабляешься, потому что даже спинки нет. И нобелевская дорожка – символ триумфа за все эти труды. Идеальный интерьер для юбиляра вам очень к лицу. А скажите, Авангард Николаевич, каким должно быть правильное отношение к почестям? Ну, те почести, которых нельзя избежать, наверное, их надо принимать. С тяжелым вздохом? А с остальными? Ну, нет, ну, понимаете, не надо обижать людей, во-первых, которые удостаивают почесть. Ну, вообще, шуметь по поводу юбилеев человеческих, мне кажется, нет. Во-первых, жизнь не кончена. И что тогда это означает юбилей? Ничего. Почему надо подводить какие-то итоги? Лучше строить планы. У Солженицына в раковом корпусе есть такая фраза. Если человека при жизни называют заслуженным деятелем, это для него конец. Слава, когда уже лечить мешает, это же в раковом корпусе сказано, как слишком пышная одежда мешает двигаться. Я наблюдаю за вами, за такими, как вы, успешными актерами, очень молодыми иногда. Я думаю, а это возможно, увернуться от славы? Слава Богу, я не знаю, чем идет редче примениться ко мне. Это не имеет отношения. Вы не прославлены? Я скажу, нет. И я скажу вам, что узнаваемость. Актеры любят, может быть, еще какие-то профессии публичные, любят, чтобы их узнавали на улице. Иногда. Это дает какой-то допинг, видимо, неплохой. Это узнаваемость, не более того. Не надо это принимать за почитание. В современном театре в последнее время довольно много, и все больше год от года, спектаклей по текстам, прозы. Вот как этот спектакль. Как будто пьес не хватает. А их сколько со времен, из Хилла до наших дней. И я думаю, зачем в театре произносить тексты, которые созданы для чтения, наедине с книгой? Что может есть какая-то особенная сила у произнесенного текста против написанного? Есть, конечно. Увеличивается сила воздействия от произнесения вслух. Вот стихи, там музыка, а музыка действует до плюс слова. О-па-па! Это, это, это наповал. С высоты вашего актерского опыта, преподавательского опыта, разъясните, рассудите, скажите, как изменилась актерская профессия с тех лет, когда вы входили в нее? Да слава богу, никак. Уверены? Уверен. Другое дело, что кто-то считает, что вот у тебя приличное личико, там женское или мужское, ты уже от родителей, получив эту премию, ты присваиваешь ее себе и считаешь, что вот ты торгуешь лицом, так сказать, и этого достаточно. Ну, по молодости можно впасть в такие ошибки, что твое одно появление в кадре, но когда на челе его высоком не отразилось ничего, чтобы ты не был фальшивым, чтобы ты был содержательным, чтобы ты понимал, о чем говоришь, чтобы ты заимел право на текст. Вот, текст-то чужой, текст-то авторский. Ну, какой дали, такой и исполняешь. Так надо его присвоить. У вас есть ученики неплохие. Да, спасибо. Мы с Олегом Табаковым считали, что мы счастливы учениками. Наши выпускники, когда появляются в сериалах, вот где-то, ну, где мы видим друг друга, в основном в телевизоре мы друг друга видим. Я смотрю и думаю, как хорошо, что мне не только не стыдно, а ведь могло так быть, не приведи Господи, а наоборот, мне радостно, что они, и знаете почему? Что они самозатратно существуют в роли. Что они там тратят свои собственные нервы. Понимаете, дарование, оно не даёт покоя. Вот пока оно не начинает реализовываться. И таким образом человек чувствует это, не формулируя даже. Он чувствует, что надо ему как-то выплеснуться. Закончим с Солженицыным, как и начали. У него фрагмент его Нобелевской речи, он есть в ваших текстах. Что может литература против безжалостного натиска открытого насилия? И заключает, не лгать. Одно слово правды, весь мир перетянет. Но в это можно только верить. А скажите, что может театр против насилия? Театр может воздействовать на эмоции. Тем более театр – это соборное искусство. Люди пришли и все вместе. Ах, они вдруг что-то узнали все вместе. Или пережили все вместе. Или поплакали все вместе. Все вместе. И им легче. И они чувствуют соседа. А за не я так только думаю, другие люди. И за этим, собственно, идут в театр. Спасибо большое, Авангар Николаевич. Спасибо. 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 В театре романа Виктюка премьера спектакля о душах мертвых, но вместе с тем пугающе живых. Бесконечно живых. Как и книга о них, о мертвых душах, которую Николай Васильевич Гоголь неспроста назвал поэмой, как внушали нам в школе. Поэтика, очевидно. Это поэтика плутовства, которая пребывает в бесконечной борьбе либо с законностью, если такова и существует, либо с беспросветным невежеством. В общем, все мы понимаем, мертвые души – это и не проза литературная, и не проза жизни. Это плащ, и это смех, и смех, и грех. То, что театр так жадно ест и переваривает. Счет спектаклям по мертвым душам потерян. Денис Азаров, новый руководитель театра Виктюка, душами распорядился по-своему. Время действия между прошлым и будущим, без уточнения сроков, разобраться в происходящем пытается персонаж, позаимствованный у Достоевского. Молодой следователь Порфирий Петрович расследует дело Чичикова, допрашивает товарищей по учебе, коллег по службе. Создатели спектакля подробно исследуют биографию главного героя. Рассказывай, Стефана, знаешь, что ты Чичикова? Давай говори! Не рушай, давай говори! Ну, как я знаю, знаю, с детства за ним ходил. Худрук театра Денис Азаров давно думал о мертвых душах. Говорит, для того, чтобы взяться за этот текст, не нужен особый импульс. Это постоянная величина. Там во всем тексте заложен совершенно уникальный парадокс, что все, что описывает Гоголь, оно, скажем так, не очень лицеприятное. Нет ни одного положительного персонажа. Мужики и Русь описывают какое-то просто богом забытое место, но при этом там есть лирические отступления, где он задается вопросом, как бы там есть вопрос, почему здесь все так плохо, почему сюда тянет? Это тоннель, по которому проносятся сапсаны. Действия спектакля происходят на одном из полустанков, где поезд никогда не останавливается. А еще это портал в другое измерение, где обитают мертвые души. Русь предстает мифологической и непознаваемой страной. Звучат русские сказки, былины и народные песни в жанре электрофолк. В такую Русь, где верят в приметы, чертей, приезжает Павел Иванович Чичиков. А как здоровье? Вот здесь пока она не кашет, замучает. Дура, я про население, я в деревне, это здорово. Ну как сказать? Ну как есть. Может, какие болезни? Павел Иванович Чичиков, и еще по вашей губернии, по делам, решил заехать лично за свидетельство, так сказать, почтения. Побрал у тебя, черт, с твоим почтением. Актер Дмитрий Бозин, воплощающий Плюшкина, своего персонажа тоже считает скорее метафорой, чем реальным характером. Плюшкин мой любимый персонаж. Да. Я думаю, он очень у многих любимый персонаж. Самый теплый, самый странный, самый далекий от людей. Знаете, большинство людей в душе интроверты. И мне кажется, поэтому Плюшкин всегда будет вызывать внутреннюю симпатию. В спектакле много фольклорных текстов, лирических отступлений, в том числе и риторический вопрос. Эх, Русь, чего ж ты хочешь от меня? И какая непостижимая связь троится между нами? Яна Музыка, Евгений Шевчуков, Михаил Жульков, Новости культуры. Цитата из первой главы «Мертвых душ». Толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Шарообразный Чичиков деятелен. Деятельность никак не умирала в голове его. Тоже цитата. Должен ли актер, исполняющий роль Чичикова, выглядеть как-то соответственно? Конечно, нет. Гоголь изобразил его в общих чертах. Роль эта исполнена на театральных сценах множество раз, и мы не обнаружим двух похожих. А уж Сергей Япишев, пожалуй, более других далек от того портрета, который мы со школьных лет храним невольно в нашей памяти. Полтора десятка эпизодов в спектакле. Вы, Чичиков, выходят, задают вопросы, получают ответы, злится или довольствуется, ненадолго и уходят. У меня такое впечатление, что Азаров построил спектакль так, что Чичиков вовсе не главный персонаж. Главный персонаж сами события, цепь событий. Но 15 эпизодов, это Чичиков и все вокруг него, 15 эпизодов. Я сделал открытие. Заглавная эпизодическая роль у вас в этом спектакле. Да. Термин новый. Заглавная эпизодическая роль, да. Ну, мне кажется, и в романе так же. Он какой-то, он как-то то появляется, то куда-то исчезает. Где-то вот он такой мерцающий, мерцающий герой, как и в поэме. И спектакль это... Вообще, вес и значение роли актера определяется, ведь, наверное, не длительностью присутствия на сцене, уж точно. А вот чем? Вот как определяется вес и значение воли. Ставрогин ваш в «Бесах» у Юрия Людмого. Тяжеловесная роль? Тяжеловесная. Кстати, мне кажется, они немножечко похожи. Со Ставрогиным? Да. В моем представлении вот это душами распоряжается. Отчасти. И они оба такие обтекаемые герои. Это как бы такие люди без свойств. Они являются всегда интервьюерами. Они отражатели других. Про них самих сложно что-либо сказать. Ставрогин является отражением других чаяний. Других другие что-то из него творят. Чичиков тоже. Мы ничего про него не понимаем. Это какое-то такое ничто. Это такое ничто. Это нечто средне арифметическое. Он что-то обтекаемое. Какой-то шарик, про который ничего никогда нельзя сказать. Он мог поддержать разговор на любую тему. Абсолютно. что означает, что он ни в какой теме не является специалистом, а вот просто какие-то нахватанные вещи готов разделить. Мой любимый Владимир Набоков говорил, что искать в мертвых душах подлинную русскую действительность это так же бесполезно, как составить представление о Дании, основываясь на частном происшествии в Ациноре. А вот вы мне скажите, Чичиков это русский тип, русский персонаж? Ну, да, да, конечно. Все-таки он сугубо русский. Ну, мне кажется, что вообще вся история мертвых душ это русская история. Это русские люди. Чичиков как плут, как человек, понимающий, как работает система и этой системой пользующийся. То есть это не просто плут, а именно русский плут. Русский, да. Да. Мне кажется, что русский плут, он, русская система работает чуть-чуть сложнее, чем общемировая. В ней гораздо больше нюансов, гораздо больше таких вещей, которые просто плут никогда бы не понял. А Чичиков как русский плут, он, 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 он понимает, как, 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 как пользоваться. И то эта система настолько сильная, что даже Чичиков она, Чичиков она дает по голове. И в принципе, не все у него получается. Мне кажется, что это тоже часть русского плутовства, что он плут, 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 но в конце что-то срывается. Все равно он как-то вот находит, что-то человеческое в нем срабатывает, что не дает ему довести до конца свою какую-то аферу, что с Остапом Бендером случилось, что, собственно, и вот с нашим другом Палу Ивановичем. Я продолжаю идти за Набоковым. Я принимаю как истинный портрет Чичикова, который он описал тремя словами. Колоссальный шарообразный пошляк. Ничего общего с вашей версией. Впрочем, пошлость вы сыграли замечательно. Вы играете ее совершенно замечательно, пошлость. Но ваши два с лишним метра, ваша не-чичиковская вертикаль, вы вообще с Азаровым как решали, на кого Чичиков должен быть похожий. Денис предложил мне сыграть эту роль, и я согласился. И я подумал, что если Денису нужен... Вы не круглый, не низкий, не высокий. Я спросил, а ты уверен, что тебе не нужен не круглый какой-то человечек? Мне кажется, что его отчасти интересует сюжет пришельца. Пришелец Чичиков это пришелец в другом городе. в финале он не просто исчезает, а возносится по этой причине. Отчасти это тоже присутствует. Он должен быть не похож на всех жителей этого города. Он другой. А почему он возносится в финале? Он убегает. Это его... Он играет наверх? Он именно исчезает. Это его способ исчезнуть. Да, отчасти он возносится. Вот видите, все у него выпало, все, он остался один, и он и исчез. И был, не был, непонятно. Ручечка ваша. Это постоянный партнер? Конечно. Конечно. Видите, золотая ручка. Золотая? Золотая, да. Чичиков подписывает все купчи вот этой ручкой. Я настаивал на том, чтобы это был Паркер. Конечно же, мне кажется, что Чичиков очень падок на... Бренды? Да. Поэтому у него исключительно Паркер, у него исключительно Бриони, у него исключительно Ллойд и вот этот вот хлыщ начитавшийся модных журналов приехал вот в этот вот убогий город. Колоссальный, не шарообразный Паркер. Паркер. Исключительная пошлость. Исключительная, да. Спасибо, Сергей. Спасибо вам. Young British Artists молодые британские художники. Это условные наименования группы выпускников британского Голдсмитского колледжа. Они шагнули в арт-мир в конце 80-х, потрепав нервы публики на первой совместной выставке. Она называлась «фриз», «заморозка». А еще это слово может означать команду «стоять». К этой группе причисляют, например, Деменхерста. Незабываемо его акула в растворе формалина. Напомню, название этой работы «физическая невозможность смерти в сознании живущего». Мэтт Коль шел, один из них, молодых, а сегодня уже на шестом десятке. Тогда на выставке «фриз» прославился работой под названием «пулевое отверстие» изображением окровавленной головы, пробитой ледорубом. Сорокалетний творческий путь художника изменил художника основательно. Иногда он шокирует, как и прежде, но даже это он делает высокотехнологично и довольно глубокомысленно, заставляет публику напряженно думать. Это следует учесть тому, кто попадет на выставку его работ в Москве. В зону машин. Зона машин выглядит как авиарий, только в этом вольере птицы не настоящие. Они как роботы, реагирующие на движения и как люди, привыкшие к определенным действиям и реакциям. Мэтт Колишо эту инсталляцию создал под впечатлением от экспериментов американского психолога Берреса Фредерика Скиннера. Он исследовал поведение животных, приучая их к действиям после четкого сигнала. Я не первый человек, который обращается к птицам как к метафоре. С одной стороны, птицам свойственно определенное очарование. Это маленькие, хрупкие существа, способные преодолевать гравитацию. И в отличие от нас, у них есть свобода. С другой стороны, это роботы с запрограммированным поведением, существа, которые находятся за пределами нашего понимания. Птиц. Орел в натуральную величину, голуби, с которыми у художника давние напряженные отношения. У него в саду, в Лондоне, да и во всем городе эти птицы вьют гнезда. Лет 12 он с ними боролся, а потом решил изучить анатомию движения, сделать их своими моделями для скульптур. На этой серии работ с живописной показан тот же эксперимент. Голубь, кнопка, еда. А здесь уже другая история об остротечности человеческой жизни. Это копия полотен старых мастеров, как бы незавершенные, будто внезапно в принтере закончилась бумага, несмотря на то, что это живопись. Мэтт Коль шел дальтоник. Цвета ему подбирает помощник. В этом есть определенная ирония. Кажется, если ты дальтоник, то не стоит работать пилотом, электриком и художником. Но я нашел способ. Когда я сопоставляю два цвета, я вижу, резонируют они друг с другом или нет, радуют глаз или нет. Хотя я не знаю, что это за цвета. Для работы под названием Альфа и Омега видеть цвета не обязательно. Здесь идея в столкновении двух миров. Дикой природы и современных технологий. Шимпанзе нашла гермошлем. Она пытается понять, что это. А зритель задается вопросом, как гермошлем попал в джунгли. Для этой инсталляции в галерее Гарри Татинсяна выделили отдельный зал. Меня как-то спросили, почему можно доверять твоему выбору художников, когда ты кому-то соберешь коллекцию. Я сказал, потому что у меня дома вы увидите тот же выбор. То есть такой продуманный, эмоционально обоснованный и временем испытанный. Еще одна работа, для которой потребовалось отдельное пространство, огромный зоотроп. 60 оборотов в минуту, освещаемые вспышками стробоскопического света. Здесь показан ритуал ухаживания птиц. Яркие перья и своеобразные танцы, по мнению художника, очень похожи на то, что происходит между людьми, когда они хотят произвести впечатление. Анна Аполонова, Алексей Акимов, Новости культуры. Мэтт Колли-шоу своеобразен, с этим трудно поспорить. Но при этом он типичный представитель той плеяды современных художников, состоятельных, обеспеченных, которые расходуют большие деньги на создание произведения искусства, зная при этом, что зритель вот так сразу ничего не поймет и будет переспрашивать, а что это значит? А услышав ответ, может сказать, и стоило ради этого так тратиться. Мэтт Колли-шоу художник с позицией, которую хотелось обсудить с ним. А началу нашего с ним разговора послужило такое недавнее его высказывание. Современное искусство, аналог яркого птичьего оперения, привлекает самку, публику. Мне знакома эта ваша серия хвостуны, гасконейдс, такие птицы с ярким оперением. Их тут, к сожалению, нет, но есть центрифуга души с райскими птичками. Птицы тогда, птицы сейчас, птицы здесь. Вы так любите птиц? Да, в детстве я был очень увлечен птицами. Я рисовал их до сумасшествия. У меня было много книг о птицах. Сегодня для меня птица – это инструмент поэтический. Они очень грациозны, они свободны от гравитации, способны оторваться от земли. Они появляются из яиц, из какой-то неприятной слизи, а становятся такими изящными. Это противоречие в них привлекает меня сильнее всего прочего. Ваши детские рисунки птичек не сохранились? Нет, вряд ли сохранились. Дело в том, что я дальтоник. Я не различал птиц во всей красе цветного оперения. И думаю, мои рисунки никого не впечатлили бы. Скажите, Мэтт, Леонардо написал портрет Лизы Дель Джокондо и 500 лет люди с удовольствием разгадывают ее загадочную улыбку. Энди Уорхол заявил публике, «Ваша сегодняшняя Джокондо это Суп Кэмпбелл. Вот как вы опустились». Тут тоже как бы все ясно. Но скажите, Мэтт, почему современные художники все чаще отказываются от прямых высказываний? Создаются произведения, которые требуют пояснений. Хороший вопрос. Я думаю, фундаментальная причина заключается в том, что функция искусства изменилась. Если раньше искусство было способом просвещения, религиозного просвещения, то сейчас, когда публика в основном достаточно грамотная, осведомленная, искусство становится замысловатым и движется в сторону концептуализма. Но и концептуализм меняется. В начале 20 века концептуальность могла быть выражена простыми предметами. Композиция могла состоять из зонтика и шляпы. Таким способом художник пытался перестроить восприятие людей, заставить думать о простых вещах иначе. Сегодня уже совсем другое. Например, я своими работами провоцирую реакцию человека, но не даю ему никаких разъяснений. Ему должно стать интересно, и тогда он сам захочет разобраться, захочет углубиться в заданную тему. Вот в этом зале четыре года назад я беседовал с Вимом Дельвуа, ваш коллега из Бельгии. Вы видели наверняка его транспортные средства в виде готических соборов. И у него, и у вас я вижу результаты кропотливейшей, сложнейшей работы, сложной конструкции. Вот скажите мне, откуда такая у вас наклонность создавать такие трудоемкие вещи, глядя на которые зрителям, можно сказать, нельзя ли эту идею выразить как-нибудь попроще? Мотивы для своих работ я черпал из бытовых ситуаций. Идея создания того или иного произведения может возникнуть из бытовой ситуации, из разговора, из того, что увидел по телевизору. И сама по себе она не диктует выбор того способа, каким ее можно воплотить. Это может быть картина, написанная маслом, или сложная инженерная конструкция. Главное – добиться определенной силы воздействия. И я со временем понял, что аниматроника с использованием движущихся элементов и сложной электроники хорошо с этой задачей справляется. Не всегда, но очень часто. Среди целей ваших, как художника, какое место занимает эффектность? Эффектность – это побочный продукт. Это не цель для меня и не критерий успеха. Вот в этих работах на этой выставке то, что вы видите, это опыты, доказывающие некую зависимость человека от инструментов. Они воздействуют на нашу глубинную животную психологию, например, через мобильный телефон, который мы все носим. И создавая эти работы, я ни в коем случае не стремился вызвать ажиотаж тем, как они выглядят. Я хотел спровоцировать интерес, а вслед за ним желание разобраться более глубоко в этой теме. Я очень хорошо помню вашу световую проекцию легендарного дуба в Шервудском лесу в Носингеме. Это связано с легендой о Робин Гуде. А скажите, Мэтт, еще имеет какое-то значение происхождение художника в современном мире, его национальность? Вот что на этой выставке указывает на то, что автор этих произведений британец, рожденный в Нотингеме? Национальность художника имеет значение, безусловно, но лично я никогда не руководствовался необходимостью или желанием продемонстрировать в моих работах мою национальную принадлежность. И главное, национальность не должна становиться каким-то ограничивающим фактором. Вот мы сейчас на выставке в Москве. Я не понимаю русский язык, но я понимаю, что мое искусство разговаривает с вами на понятном вам языке. Происходит коммуникация, и она никак не связана с моей или вашей национальностью. Спасибо, Мэтт. Спасибо. Мы закончили разговор на правильной ноте. В 1850 году началось шествие по всему миру рыцаря с заковыристым именем и в лодке, запряженной белым лебедем. Опера Вагнера Лоен Грин теперь идет в Москве, в Большом театре, где последний раз шла 80 лет назад. Ее снова поставили на исторической сцене. Работала интернациональная группа постановщиков. Белый лебедь угадывается в белоснежной рубашке на выпуск. Какие в наше время могут быть латы и доспехи. На сцене картина мира после апокалипсиса. Дуб правосудия это окончательно вызвавшая коряга. Версия режиссера Франсуа Жирара, канадца, дирижера Эвана Роджесера, американца, и художника Тима Иппа, китайца. На сцене то ли воронка, то ли разорванная сфера, опутанная корнями и ветками деревьев. В ней огненный шар, хор одет в четырехцветные плащи-трансформеры. Эту вселенную Вагнера придумал китайский художник, обладатель Оскара Тим Ипп. Для меня удивительно, как музыка Вагнера может поднимать к таким духовным высотам. Нам хотелось соответствовать им и придумать особенное будущее. Белое платье, напоминающее ветки дерева, Тим создал для главной героини брабанской принцессы Эльзы, партию которой поет Анна Нечаева. Ее героиню обвинили в убийстве брата, спасении и справедливости она ищет у высших сил. Певица считает оперу Вагнера недостижимой высотой. Высота не взята мной. И поэтому сейчас для меня это был тоже некий вызов смогу я или нет спеть, потому что это особенная музыка, это особенный композитор. Работая над сюжетом Вагнер использовал немецкие саги предания поэму Парцифаль. По легенде он отец Лоенгрина, рыцаря Святого Грааля, который пришел защитить от клеветы прекрасную принцессу. Солист Мариинки Сергей Скороходов поет партию Лоенгрина с 2009-го считает своего героя последним романтиком. Он пришел в этот мир сделать его немного лучше, немного добрее, но ничего не получилось. Конец этой оперы достаточно грустный. А опера это на самом деле о доверии, о том, чего так не хватает в нашем современном мире. На постановке в Москве работала международная команда. Режиссер Франсуа Жерар продолжил большом эпопею Вагнера, начатую Метрополитен опера. Там был Парцифаль, здесь Лоенгрин, ставший продолжением этой истории. Я трижды ставил в Метрополитен. В Большом работал впервые. Отдаю себе отчет, что это оперный дом, где музыка звучала в течение «Он наполнен прекрасными духами, которым добавится дух Лоенгрина». Лоенгрин Вагнера вернулся в Большой спустя 86 лет. Возможно, еще и для того, чтобы подарить надежду такому непростому сегодняшнему дню. Елена Ворошилова, Андрей Тарасенко, Новости культуры. Японская пословица «снег на зонтике» становится легким, когда подумаешь о том, что это твой снег. А в русском языке тоже есть пословица с ровно тем же смыслом «своя ноша не тянет». Необходимость постоянно себя об этом напоминать – проблема, как видно, международная. Причем обычно то, что надо считать своим, почему-то появляется в твоей жизни именно извне и как снег, без спросу. Так происходит и у персонажей фильма «Первый снег» через несколько дней он выйдет в прокат. Режиссер Наталья Кончаловская. Дочь. Подтверждаем тем, кто догадывается. Снегом пахнет. Да рано еще. Съемочная группа, которая работала над этим фильмом, почти целиком состояла из женщин. Совпадение пришлось кстати. Полнометражный дебют Натальи Кончаловской посвящен бытовым драмам современных москвичек. Главная героиня этой истории – Кристина. Вчерашняя выпускница МГИМО вдруг осознает, что выбранная профессия ей неинтересна, а найти общий язык с матерью становится все труднее. Кристине предстоит непростой выбор. Модно, стильно, ну как гриво. И подчеркивает твою красивую фигуру. Королеву. М? Ну да. Как мы делаем свои выборы, насколько эти выборы наши. Это тоже о давлении общества, о том, что мы думаем, что мы должны делать, и как мы в этом всем существуем. И насколько сложно на самом деле услышать себя и сделать выбор, который по-настоящему твой. Создатели фирмы постарались, чтобы в картине не было четкого разделения на главных и второстепенных персонажей. Каждая героиня по-своему одинока и по-своему ищет себя. Десятилетняя Алиса ведет видеоблог о повадках хомяков. Кристина мечтает преподавать айкидо, а ее мама-риэлтор тайно пишет любовные романы. Я боюсь, что мое сердце не вынесет разлуки. Я очень рад, что вы делаете. Этот роман, в нем столько такой доброй иронии по отношению к женщине, то есть вообще как к женской этой природе нашей, о том, что мы можем быть такие сильные, такие строгие, успешные. А внутри мы остаемся какими-то принцессами, которые мечтают о принцах. В фильме наравне с дебютантами играют и опытные артисты. Съемкам предшествовали совместные читки и обсуждения сценария. Для авторов особенно важно было показать таких персонажей ситуации, которые были бы узнаваемы как для актеров, так и для зрителей. Я же тоже твой друг. Кстати говоря, вполне реальный. Пап, ну это другую. Мне было очень, как сказать, просто с этим играть, потому что у меня есть тоже свой блог в Инстаграме, я его очень активно веду, но на тот момент я еще не была настолько популярна в этом Инстаграме, и мне было сложно, я волновалась. На самом деле с тем одиночеством встретилась я только сейчас, когда, собственно, вышла за порог университета, встретилась с этой взрослой жизнью, и сейчас я действительно по-настоящему понимаю, что это такое. И смотря на свою героиню, я ей очень сильно сопереживаю. Создатели фильма «Первый снег» постарались иронично и легко поговорить о непростой проблеме, как трудно иногда сделать первый шаг на пути к свободе. Василий Алексеенко, Евгений Шевчуков, Алексей Акимов, Новости культуры. Было в эти дни о чем подумать зрителям, слушателям, читателям. Увидимся через неделю, продолжим разговор. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова